Девушки отдыхают Наркомании не было. Как явление социального его не было. Когда у нас союз развалился, еще не привыкли, что наркомания все-таки есть, и продолжали считать, что ее нет. Видимо, одна из таких сторон этой проблемы. Второе. Из-за того, что проблемы не было, ее никто не занимался. Когда-то помните, может быть, в советские времена сидели перед магазинами бабульки, продавали семечки, стаканами, целый ряд. И ты шел, пробовал у каждой, какой вкуснее, и покупал, которые тебе понравились. Вот такая история была примерно с наркотиками. Я выходил погулять собаку на улицу. У меня в торце дома стояло человек 15-20 продающих наркотики. И там шла такая реклама. Купи у меня, у меня лучше, у меня сильнее, а у меня с этим, а у меня вот с этим. То есть проблем вообще не было. Я погулял собаку, купил наркотик, укололся, вернулся домой, все что происходило в течение 10 минут. Сегодня на улице не встретишь шприцы, которые валялись у нас через каждый метр. Во всех подъездах и на окнах лежали использованные шприцы. Это было что-то вообще ужасное. Сейчас, конечно, такого нету. Но наркопотребителей меньше не стало. Когда я употреблял наркотики, я вообще считал, что это навсегда. Потому что выхода из этого я не видел. Я думаю, что многие употреблявшие думают так же. То есть моя мечта была только об одном — уйти из этой жизни хоть как-то менее болезненно и как можно быстрее. Потому что это одни страдания. То, что наркотики предоставляют удовольствие, это большое заблуждение. Зависимость моя зашла просто до беспредела. Я употреблял в очень высоких дозах наркотики, заливал это все алкоголем. И параллельно я еще принимал какие-то таблетки, типа феноборбитала. И я все-таки сделал шаг навстречу к тому, чтобы поменять свою жизнь. Я очень счастливый человек. И каждый раз, когда задаю этот вопрос, счастливый или не счастливый, тут вариантов быть не может. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok